Транспорт города пополнили 58 новых современных автобусов. В торжественной обстановке их вручил заместитель министра транспорта страны Алексей Семенов. В этом году Минтранс России, где начало реализовывать системные меры поддержки по обновлению городского пассажирского транспорта, я рад, что один из первых городов, куда в рамках государственной поддержки поставляются вот эти замечательные автобусы, стал Белгород. Новые автобусы станут частью автопарка единой транспортной компании, которая уже начала долгожданную революцию на дорогах областного центра. Перемены начинаются уже на ЕТК. Современная организация оборудована всем необходимым. Приходя на работу, каждый из 600 водителей проходит медобследование. Человеческий фактор исключен. Все показатели считывает автоматизированный комплекс. Водитель также со своей карточки касается прибора и проходит по 7 параметров, начиная от алкотестера, температуры, давления. Все фиксируется на видео. Умная техника сама устанавливает личность водителя. Пройти медобследование за коллегу не получится. Проверка занимает около минуты. В финале остается только расписаться прямо на экране. Перед выходом на линию осматривают и транспорт. У механика для этого специальный планшет. Внешне световые припоры, если работают, мы нажимаем «да». Ну и так далее, и так далее вниз. Если что-то у нас не готово, тут же с планшетом можно сфотографировать и сформировать на ряд заказов. И он упадает в систему. Один из которых распределяет, определяет время, когда необходимо произвести ремонт. Новые автобусы будут курсировать по четырем магистральным маршрутам. Большая вместительность позволит забрать с остановок всех желающих. Низкие полы обеспечат доступ маломобильным категориям граждан. Мощный мотор, работающий на природном газе, будет отвечать за экономию и экологичность. А за безопасность – система антисон и смарт-тохограф. Техника закуплена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно условиям, 60% стоимости новых автобусов оплачено из федерального бюджета. Остальные деньги область вносит в течение пяти лет. Регион уделял и будет уделять особое внимание организации транспортного обслуживания. Это немаловажный фактор комфортной среды. И в настоящий момент перед Белгородской агломерацией стоит амбициозная задача – сделать этот транспорт более комфортным, более быстрым. В этом году заявки на обновление автопарка городских автобусов в Минтранс прислали более 50 городских агломераций. Белгород занял первое место по 20 критериям и первым получил новые автобусы. Продолжение следует...